Образ Богородицы и младенца Иисуса, который словно благословляет верующих, встречает прихожан храма села Молокова, названного в честь иконы Казанской Божьей Матери, одной из наиболее почитаемых православными людьми. Божественную литургию в честь престольного праздника возглавил управляющий Подольской епархии архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Сегодня такое торжество для всех прихожан, и я радуюсь, что несмотря на будний день, сегодня пришло достаточно много народу, а первая задача моя такая, очень важная, ответственная, здесь вместе помолиться с теми, кто сюда прибыл, и вместе отпраздновать этот праздник. В этом году храм отмечает две важные даты – 210 лет со дня первого освящения и 10 лет со дня проведения повторного обряда, когда возобновилась церковная жизнь. Престольный праздник – это всегда большое торжество в честь того праздника, или той иконы, того святого, в честь кого освящен храм. Поэтому для нас, безусловно, это такой день, когда приходят все прихожане, кто может в этот день, особое торжественное богослужение. Для прихожан храма престольный праздник – очень важная дата в календаре, и каждый верующий житель села Молокова старается в этот день посетить праздничную службу. Праздник настолько трогает нас, всех здесь, особенно живущих, потому что вот наш храм Казанской Божьей Матери, и поэтому, когда мы приходим сюда, мы очень много получаем светлого, какие-то мысли, с которыми мы живем потом. Сегодня праздник Казанской иконы Божьей Матери. Я сегодня пришла в храм, и всех поздравляю с праздником. Сейчас уже прошло 10 лет с того дня, как освятили нас в церковь. После окончания Божественной Литургии и Крестного Хода был организован небольшой концерт. Перед гостями мероприятия выступили участники инклюзивного клуба «Дорога в жизнь». Иди за солнцем следом, хоть этот путь не ведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогу ее добра. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ.